Добрый день, уважаемые коллеги! Я надеюсь, меня видно, точнее, слышно. Видно сегодня меня не будет. Сегодня у нас не так много времени, поэтому я буду краток. Чуть выше по чату располагаются две полезные ссылки. Одна из них ведет на наш сайт, где можно зарегистрироваться на все будущие мероприятия вплоть до конца нашего учебного года, до конца июня. И вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал на YouTube, где будет размещена запись этого вебинара через некоторое время. Хочу проанонсировать несколько вебинаров, которые пройдут следом за этим. Одну минутку. У нас сегодня есть некая особенность. Татьяна Викторовна сегодня ровно в 13 должна начать другой вебинар на другой вебинарной площадке в нашей же Директ Академии. Но следующий вебинар, и кто хочет послушать следующий вебинар, должен зарегистрироваться по вот этой вот первой ссылке из приведенных трех. Генераторы библиографических описаний и ссылок «Благо или зло». Вот. И прийти туда ровно в 13 часов, когда закончится здесь вебинар. Напоминаю, что завтра у нас состоится вебинар Александра Сергеева. Очень интересный должен быть вебинар. Выбирается ли научная истина большинством голосов? Определяется ли научная истина большинством голосов? Вебинар по философии и методологии науки. Александр Сергеев – переводчик, научный журналист и член комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Ну и, наконец, уже следующий наш вебинар после этого состоится после всех майских праздников. 10 мая состоится вебинар Татьяны Телегиной «Библиографическая эвристика. Результаты. Поиск с помощью СБА». Ну что ж, сейчас я передаю слово Татьяне и сам, как всегда, остаюсь в чате для того, чтобы решать наши проблемы, если они, не дай бог, возникнут. Татьяна, прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день. Павел Юрьевич, рада вас слышать. Жалко, что не видим. Мы начинаем нашу сегодняшнюю встречу в связи с тем, что нам в час дня придется перебежать, а лучше это сделать заранее, из одной комнаты в другую. Поэтому мы немножко пораньше сегодня с вами закончим с тем, чтобы успеть переместиться тем, кто хочет остаться на вторую часть. Уважаемые коллеги, уже не дожидаясь просьбы о проверке связи, я вижу, начинают ставить плюсики в чат. Кто еще не поставил плюсики в чат, поставьте, пожалуйста, хорошо ли видно, слышно, видно ли рабочий стол. Ага, спасибо. Тогда в ускоренном темпе, в быстром режиме идем сегодня дальше. У нас сегодня будет такой несколько, может быть, необычный вебинар, необычного формата. Ой, даже четыре плюсика поставили. Здорово, здорово. Называется вебинар краудсорсинг. Сегодня мне хотелось бы, чтобы мы с вами побольше пообщались, что в первой части, что во второй, поговорили, посмотрели вместе различные ресурсы и сервисы и дали им совместную оценку. И немножко пообщались бы побольше в чате, потому что чаще всего вебинар проходит в таком полумонологичном режиме, ведущий рассказывает, показывает, мы сидим, слушаем, иногда какую-то реплику, позитивную или негативную, в чат кидаем. А сегодня мне хотелось бы, чтобы мы все-таки немножко побольше пообщались, немножко более живого общения и краудсорсинг, будет несколько вопросов. Мне очень важно будет узнать ваше мнение по поводу тех вопросов, которые мы сегодня будем рассматривать, ваши идеи, предложения и чуть попозже в конце я скажу, с чем это связано. Ну, во-первых, это нужно для того, чтобы следующие циклы вебинаров, я надеюсь, в сентябре они тоже будут продолжаться, сделать более интересными и полезными для вас. То есть, как говорят, снятие потребностей, ожиданий. Поэтому презентация сегодня совсем небольшая, но скачать можно, на всякий случай выкладываю, если вдруг совсем минимум. Больше мы сегодня будем работать с рабочим столом, с показом рабочего стола, поэтому те, кто смотрит с гаджетов, планшетов, смартфонов, я знаю, что показ рабочего стола не всегда запускается, не всегда можно увидеть. Поэтому те ресурсы, на которые будем переходить или которые будем смотреть, я буду еще ссылки стараться разместить вам в чат, чтобы была возможность посмотреть. Итак, коллеги, звук, поставьте, пожалуйста, пару плюсиков, все ли нормально со звуком, потому что у кого-то пропадает. Ага, отлично, спасибо, спасибо, чуть погромче, коллеги, попробую сделать погромче, но попробуйте в настройках, если плохо слышно, я уже просто здесь на такую высокую громкость ставлю. Кому плохо слышно, попробуйте в настройках у себя на компьютере повысить настройки звука, постараюсь далеко от микрофона не отходить. Итак, у нас сегодня с вами две темы, и первая часть – это тема «Библиография для преподавателя». Вы знаете, вот прям в тему… Так, что-то нам Павел Юрьевич пишет. А, громче не надо будет фонить. Хорошо, Павел Юрьевич, послушаемся, больше громкость повышать не будем. Прямо в тему сегодняшнего вебинара, буквально на днях, услышала такую фразу, что библиография – это скучно, нудно, это неинтересно, это, ой, эти точечки запятые, это вот и все. Мне, честно говоря, это как ножом по сердцу резануло. Хорошо, Константин Иванович, не будем. Потому что, ну, да, совершенно верно, Надежда Юрьевна, библиография – это очень интересно, это увлекательно, и это требует большого набора компетенций, широкого кругозора от того, кто ей занимается. Будь то профессионал-библиограф, будь то преподаватель, мне тут попались методические рекомендации для учителей, для молодых учителей. И первым пунктом, вы знаете, что в них было написано? Внимательно следить за научно-методической литературой и вести библиографию литературы по интересующим вас вопросам и темам. Первым же пунктом. На самом деле библиография – это не только составление списков и оформление ссылок, это только маленькая часть, которой мы достаточно долго с вами занимались на вебинарах, рассматривали различные вопросы и аспекты. Да, это кропотливая работа, да, требует очень много внимания, усидчивости, терпения и внимания к деталям, да, сконцентрированности. Но это одна из сложнейших, наверное, специальностей, ну, мне так кажется, в библиотечном деле. Здесь нужно и быть всегда в курсе всех новинок, всех новейших публикаций. Сейчас это не только печатные публикации, но еще и интернет-издания, и интернет-сервисы, и ресурсы, и ими тоже надо уметь владеть. Это умение ориентироваться в читательских запросах, значит, еще и навыки психолога. Понять, что хочет читатель. С одной стороны, помочь ему сформулировать грамотно запрос. Потому что часто приходят «хочу то, не знаю что, но по теме, автора не помню, найдите мне все». Понять, в конце концов, читателю, что ему на самом деле-то нужно и что он на самом деле хочет. То есть здесь и навыки психолога, и хорошие коммуникативные навыки, и навыки оратора логического мышления. А проводить библиографические обзоры в тех же библиотеках – это же тоже надо суметь сделать. И владение презентацией. И дальше можно перечислять бесконечно. И даже если мы не являемся библиографами профессиональными, все равно частично часть из этих компетенций нам приходится осваивать. Ну, в общем-то, ораторское мастерство или умение, психологические навыки, коммуникативные, они любому преподавателю нужны. Здесь никакой трудности, в общем-то, не должно возникать. Но есть и особые навыки, которые необходимы. И работа со списками и ссылками, умение их составлять, умение разбираться даже в них скорее, а не действовать просто по образцу, не понимая, что мы делаем. И работа с различными формами библиографии. Ведь библиография – это, с одной стороны, процесс, с другой стороны, это результат этого процесса. Те самые списки, те самые оформленные ссылки. И то, что называется малые формы библиографии. Вот преподаватели с этим точно всегда имеют дело, не всегда знают, как это называется. На самом деле, это один из вид библиографических списков, указателей, один из видов библиографии, то, что относится к малым формам. Те самые рекомендательные списки. В РПД пишем практически все список основной учебной литературы, рекомендательный список рекомендуемой литературы мы пишем. Это то же самое, что практически, что можно сравнить с рекомендательным списком литературы, которые составляют библиографии. То есть мы фактически по умолчанию занимаемся библиографической работой. Конечно, хорошо бы знать ее основы, ее азы. И да, вот крик души, вижу в чате огромнейшая проблема у преподавателей с библиографией, не говоря уже о студентах. Совершенно согласна. Это беда, особенно когда даже с тем же оформлением собственной статьи мы не можем правильно указать, к сожалению, дать описание статьи. Когда собираешь со всей кафедры отчеты по научно-исследовательской работе и публикационной активности, становится иногда немножко страшно со всех преподавателей еще потом перепроверять и фактически переделывать заново. То есть какие-то минимальные азы нам нужны. И, собственно, наш цикл-то он про это. Библиография для небиблиографа. И сегодня мы про ссылки и списки уже с вами говорили. И сегодня на первой части мы посмотрим вот эти различные ресурсы, сервисы, все, что нам может помочь в поиске информации. А поиск информации, результативный поиск информации, это тоже одна из функций библиографа, ну и, соответственно, преподавателя тоже. Занимающегося поиском литературы и источников. Для того, чтобы составить, отобрать литературу в рекомендательный список для студентов, список интернет-источников, ну, фактически мы этим и занимаемся. Поиск, оформление для собственных работ, кандидатских диссертационных исследований, публикаций. Все это для нас нужно. И, к сожалению, очень редко мы пользуемся самой библиографией, библиографическими указателями. Чаще всего сразу начинаем искать источники с помощью поисковых систем, будь то вот Google или Яндекс, да, набираем и пошли искать по сайтам. А вот не знаю, как у вас, может быть, вы сами пользуетесь. У меня вот вопрос к преподавателям. Может быть, ваши коллеги пользуются. Знаете, кто использует библиографические указатели для того, чтобы найти литературу по теме, последние публикации, самую свежую литературу. Вот ту самую продукцию, которую и производят библиотеки и библиографические отделы. Как-то ни странно звучит, но библиотеки тоже производят продукцию. Это библиографические указатели. Вот Любовь Григорьевна, знак вопроса, да, странно, да, ага. Используем, не используем. ГОСТ, это для оформления, Владимир Анатольевич, да, это отлично. Ага, ЭБС используем, да. Составляем списки литературы для студентов и преподавателей. А откуда берем информацию для этих списков литературы для студентов и преподавателей? Вот для них используем ли? Показатели составляются по работам авторов. Ага, по Е-лайбрери. Угу. Ну, кто-то уже не делает показатели. Валерий Иванович, университетская, вузовская библиотека может не делать указатели, да, но они выходят. РКП делает указатели, Российская книжная палата. Обязательно делаем, Надежда Юрьевна. Прекрасно. Ага. Кто-то делает, кто-то не делает из указателей плюс интернет. Светлана Викторовна, отлично. Отлично. И наш фонд. Отлично. Да, про фонд не забываем. Угу. Обязательно делаем. Вот где-то недообеспеченности, контент СБС. Ага. Выполняем запросы. Ага. Вот мне интересно, как на этот вопрос ответили преподаватели. Потому что библиотекарей, конечно, используют, библиографы, конечно, используют. Все, что угодно, используем. Чем пользуются преподаватели, что они для составления тех же самых рекомендательных списков, для тех же РПД, применяют. Об этом. Угу. Да, да, да. Вот библиография, библиография, библиографическими указателями, к сожалению, пользуемся не все. В основном интернет. Ага, отлично. Значит, сегодня я вам покажу несколько таких библиографических ресурсов. Вот как раз та самая библиография для преподавателя, которая может помочь нам, кому-то, может быть, начать использовать этот жанр, этот вид. Для кого-то это может быть, может, будет новым, а для кого-то, еще раз вспомним, да, кто-то уже используется, ну, может быть, добавить к тем ресурсам, которыми пользуетесь уже, да, если уже используем библиографию в своей работе. Представляем картотеки преподавателям. А, это библиографы-библиотекари пошли. Да, 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 Валентин Александрович, все, вижу, профессионалы подключились. Да, да, поэтому вот сегодняшняя вот эта первая тема, она скорее для преподавателей, профессионалам она может быть библиографом и библиотекарем полезна. Ну, куда отправить преподавателя, какими ресурсами их снабдить для самостоятельного поиска, да, как дополнительные источники. И первый источник, который я вам хочу показать, мы сейчас перейдем на рабочий стол. Значит, я вас буду... Слежим память, хорошо, Светлана Борисовна, освежим, познакомимся и новые ссылки возьмем. Как я говорила, мы переходим на рабочий стол. Так, сейчас попробую его подключить. Вот, и попрошу вас поставьте, пожалуйста, плюсики, если откроется, если видно страницу сайта. Отлично, отлично, спасибо. Немножко переключать, чтобы увидеть, пошло не пошло. Вот такой один из библиографических ресурсов, путеводитель. Путеводитель РНБ обещала дать ссылку в чат, а не дала. Сейчас я ее вам... Сейчас я остановлю показ и сейчас я эту ссылочку вам дам на этот источник. Можно ее скопировать прямо из чата. И если у кого-то проблемы с показом рабочего стола, не совсем видно, можно будет по этой ссылке перейти и посмотреть сам ресурс, попробовать. Вот такой интересный путеводитель по справочным библиографическим ресурсам. Это РНБ. Здесь несколько выпусков. Выпуски распределены по темам. Слева в менюшке можно увидеть серию электронных путеводителей. Вот я взяла раздел близкий нам, раздел педагогика. Здесь все прозрачно. Путеводители, оголовление, поиск. И вот один из ресурсов, который нашла по запросу, по поиску. А путеводители, вот оголовление. Гиперссылки искать удобно. Он содержит не сами текстовые файлы, не сами источники, а только библиографические описания. Это библиография пособий, библиографические пособия и база данных. По которым, вот с этого путеводителя имеет смысл начинать работу, когда мы приступаем к поиску информации. По нему мы находим информацию о самом источнике и дальше уже ищем сам источник. Самого источника здесь нет. То есть дальше мы уже идем в каталоги, картотеки, но уже осознанно. У нас уже есть предварительный список источников. Отдельно выделены справочные ресурсы. И вот, переходя по гиперссылкам, мы можем посмотреть. Здесь где-то больше наполненность, где-то меньше. Не очень много библиографических изданий, на самом деле. Больше всего, по-моему, по общим работам и истории образования. Все они представлены гиперссылками. То есть прямо отсюда мы можем перейти либо на сайт, либо на тот ресурс, где расположен этот источник. Не со всеми это срабатывает. По поводу поиска, кстати. Поиск здесь не очень удобный. Вот, кстати, мне интересно было бы узнать ваше мнение. Может быть, кто-то уже перешел по ссылке на сам ресурс, открыл у себя. Попробуйте поискать что-либо, сделать какой-то запрос с помощью этого поиска. И напишите, пожалуйста, в чат, что вам в этом поисковике не понравилось. Мне просто показалось, что это не очень удобно с точки зрения интерфейса. Нет, я не сторонник каких-то дизайнерских штучек. Все очень лаконично, все грамотно, все правильно, ничего лишнего здесь нет. Можно придраться, конечно, пустые места, но меня больше волнует удобство поиска. Мне, например, было очень некомфортно искать информацию по этому поиску путеводителя. Мне не хватало, например, фильтров и кое-чего еще. Не хочу сейчас озвучить, просто хотелось бы услышать ваше мнение, совпадет оно или нет. То есть много моментов, которые не совсем удобны. Хотя сама по себе идея, мне кажется, очень интересна. И по оглавлению, в принципе, интересные указатели собраны. А внутри этих указателей мы можем уже искать литературу. Что еще? Опять же, на что стоит обращать внимание? Вернусь назад. Вот источник, который я нашла с помощью этого путеводителя. Все вроде бы хорошо, но не знаю уж по какой причине, то ли в свете событий последних дней, не работает сам сайт. То есть перейти отсюда на сайт не получилось. Ну вот недостаток электронных, наверное, таких вот путеводителей, указателей и ссылки иногда летят, выходят из строя, приходится перепроверять. В принципе, это тоже задача библиографа проверять, чтобы в его указателе, в печатном была достоверная информация, а в электронном работали бы все гиперссылки. Но не всегда это, видимо, представляется возможным. Но это создает затруднения для поиска. Несмотря на это, опыт интересный. То есть какие-то идеи того, что мы сейчас смотрим, я тоже показывала с той целью, что для себя что-то, какие-то идеи можно взять для того, чтобы организовать хранение библиографической информации в рамках кафедры, факультета, вуза, библиотеки. Может быть, какие-то идеи сегодня тоже для себя можно дочеркнуть. Понравился мне другой раздел по петербурговедению. Очень хотелось бы по москвоведению, например, но жителям других городов, наверное, по своим городам. Очень обширно представлено, возможно, указателей больше издавалось. Обширно представлена литература. И отдельным пунктом идут специализированные порталы и сайты. Также по гиперрисылкам можно переходить. То есть для составления тех же списков источников для наших РПД, для ОМКД, вот такого рода путеводитель – это очень удобная, хорошая вещь, которая может помочь нам быстро осуществить именно тематический поиск и найти нужную нам литературу. Это один из ресурсов. Ага. Так, посмотрю, что у нас в чате происходит. Что? РГБ, МГПУ. Евгения Юрьевна, да. Электронные каталоги РГБ, МГПУ, ГПНТБ и прочее. В первую очередь, да, в общедоступных ищем. И плюс еще, что еще можно использовать для преподавателей. Отсутствует интересующий выпуск «Технические науки». Да, не все выпуски представлены, соглашусь. Литература старая в источниках. Вот, кстати, по поводу старой литературы. Общая беда. Общая беда, за исключением, наверное, только сайта РКП. За последние пять лет, если есть требования, за последние пять лет, хотя, по-моему, сейчас убирают в рекомендательную литературу, и в учебную мы можем добавлять книги, изданные ранее. Жесткого требования такого нет. А вот к ВКР и курсовым работам оно присутствует только за последние пять лет. Поэтому, да, для каких-то ретроспективных обзоров мы можем взять источники. А вот для новой информации здесь может не хватать. Литература не новая, не понимаю. Принцип, да. Просто по разделам, а внутри... Здесь, знаете, даже Наталья Эдуардовна, здесь скорее принцип поиска. Да, поиск невозможно осуществлять, нет фильтров, которые помогли бы нам отсортировать литературу, погоду издания, по автору, может быть, по теме, по какому-то вопросу, по типу издания. Жадничает снова информация. Да нет, библиографы не жадные, просто трудоемко, наверное. А... Вот на РКП тоже есть подписка. Не хватает фильтра погоды издания. Да. То есть здесь у нас идет нехватка определенных фильтров для того, чтобы осуществлять поиск. Еще один ресурс показываю, может быть, знакомый. Кстати, вот этот же ссылку, которую нашла в путеводителе, сайт, по которому не открывался, нашла вот здесь, в единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. Коллеги, кто пользуется этой коллекцией? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Мне просто интересно, сколько народа этим ресурсом пользуется. Ага. Так, знак «равно» или минус, да? Угу. Ага. Кто-то пользуется, кто-то, кто-то нет. Так, сейчас я вам давайте ссылку на него тоже скину. О, не туда нажала. Точнем. Угу. Значит, вот ссылка на этот ресурс для тех, кто не пользуется. И вкратце тогда просто по нему пройдусь, раз мы его используем. Достаточно много полезной информации по библиотекам, по порталам, да, по организациям в основном. В самой коллекции можно делать выборку. Здесь уже удобнее вести поиск, да, по предметам, по классам, по учебным материалам для учителей, для учеников. Общий раздел. То есть достаточно хорошая такая навигация. И быстрый поиск, быстрый поиск литературы. Плюс, что мне еще понравилось, находится не только сам источник, портал или ссылка, портал, сайт, либо файл, который, кстати, можно скачать. А здесь еще идет такой элемент рекомендательный, дополнительного рекомендательного списка, да, что еще почитать по этой теме, популярные ресурсы по этой теме. То есть это, опять же, когда мы ищем информацию, расширение поиска, расширение охвата, вот за счет таких рекомендаций пролистывайте всегда до конца. Здесь много чего интересного может сидеть. Но в основном он заточен под общее образование. Да, и СПО, по-моему, здесь еще есть. Особенно, что касается в ГОСов. В ГОСов по высшему образованию я здесь не нашла. А в ГОСов по СПО здесь, по-моему, были по профтехобразованию. У нас здесь Сандибекова, так, давала я ссылку чуть повыше. Давайте еще раз повторю на этот ресурс. Так, надеюсь, это он. Так, сейчас я его еще отсюда попробую взять с главной страницы. И вам еще кинуть. Вот. Вот вторая ссылка. Кузнадия Сандибековна, вот вторая ссылка. Это как раз единая коллекция. Такое единое окно. Ну, кстати, здесь можно находить различные энциклопедии, словари, справочники, которыми вполне можно пользоваться, которые можно вполне рекомендовать студентам. По высшему образованию, федеральный портал российского образования, в состав которого входит единое окно, доступа к коллекциям, ссылку я вам тоже сейчас скину, если не было. Так, вот на тот портал, который мы сейчас смотрим. Федеральный портал российское образование. Здесь в основном собраны обзоры аналитика. Здесь есть также дошкольное образование, школу, техникумы, высшее образование, рейтинги вузов и нормативно-правовая база в ГОСы по направлениям подготовки и по различным. Бакалавриат, магистратура, специалитет по различным программам. Здесь последние, по-моему, здесь в ГОС-3, в ГОС-3+. Иногда возникают вопросы, проблемы, быстро найти нужный в ГОС. Можно пользоваться вот этим ресурсом для того, чтобы быстро найти требуемый в ГОС. Особенно, когда пишем РПД, особенно, когда их еще переписываем по нескольку раз. Не тот в ГОС использовали, не той датой. И вот я вам как раз на эту страничку и даю ссылку. Это значительно упрощает работу для того, чтобы найти нужную программу. А если еще мы готовимся к аккредитации, смотрим что-то за прошедшие годы, найти архив – это достаточно проблематично. Здесь это можно сделать. То есть это еще один из ресурсов, еще один из порталов, который помогает нам в сборе нужной информации. и по библиографическим указателям. Так, не пугаемся, не пугаемся, не пугаемся. Последнее… ой, началось, последние ссылки не открываются. Так, сейчас я пока с рабочего стола у меня почему-то отключился. Сейчас я его запущу, и мы на сайт опять перейдем. Так, вот, все. А по… Есть, открывается, открылась. Хорошо, отлично. Если что-то… Это наши сайты, вроде там было все спокойно, сегодня лихорадочно с утра проверяла все ссылки, которые вам показываю и собиралась давать. Часть действительно не открывается. Вчера, позавчера еще притормаживала, но открывалась. Сегодня нет, но вроде наши отечественные открывались все, поэтому немножко испугалась, когда сказали, что не открывается. А вот, что касается библиографических указателей. Сайт Российской книжной палаты РКП, электронные библиографические указатели, очень ценная вещь, с одной стороны, для самих преподавателей. В демо-доступе мы сейчас заходим, как незарегистрированные пользователи. Слово «демо» тоже пугаться не надо, это не значит «триал», и через месяц он закроется, он будет открыт всегда, но ограничено представление тех указателей по годам, по выпускам, которые лежат в открытом доступе. Ну, это, в принципе, и правильно. Но вот этот портал – это очень хорошая вещь для тренировки тех же преподавателей и студентов на работу с самим указателем. Кстати, вот у нас был вебинар по индексированию с помощью УДК, до поиска индексов в УДК мы с ним работали. Вот здесь как раз отработка навыков может идти, потому что они построены, поисковик построен по УДК. Как зайти на сайт, прямо на эту страничку с библиографическими указателями? Ссылку сейчас вам присылаю в чат. Даю для тех, кто не пользовался. Кстати, вот этими библиографическими указателями книги России, журналы России, газеты России, язык так и тянется сказать по старинке «книжная летопись», почему-то, мне кажется, так их и называют, в общем-то. Почему-то мне это кажется более красиво, что ли. Вот книжными летописями, вот этим указателем на сайте РКП кто пользуется? Ага. Три, четыре, пять. Ага, так чувствую, плюсы ставят в основном, наверное, библиотекари или библиографы. Так, Владимир Анатольевич нет. Да, да, ага. Остальные выжидают. Не поставим плюс. Для тех, кто пользуется, штука хорошая, это, скорее всего, действительно библиографы и библиотекари. Кто не пользуется, показываю. Кто пользуется, уж извините, покажем тем, кто не знает. Ладно, если что, вы мне тоже помогаете в чате. Кто использует, подсказывайте, пишите. Значит, во-первых, обращайте внимание, на каких браузерах лучше всего работают эти указатели рекомендуемые. Но, скажу сразу, я захожу с Яндекса, работает нормально. И вот здесь есть внизу, не все доходят до последней строчки, доступ к библиографической информации ко всем видам указателей с 2005 по 2016 годы доступен для авторизованных пользователей. Но автоматической авторизации здесь нет, самостоятельную авторизацию, регистрацию пройти нельзя. Вот мы даже можем посмотреть, здесь этого нет. Обычные кнопочки «Вход» и «Регистрация», а здесь только авторизованный вход. Поэтому здесь внизу есть указания, куда надо написать, куда надо обратиться для получения авторизованной доступа в авторизованную часть каталога. Будет потребность, вот, пожалуйста, адрес здесь есть, обращайтесь и задавайте вопросы. Тогда нам будет доступно больший спектр информации. А пока мы можем пользоваться только примерами. Здесь выложены за 2015 год, есть некоторые указатели за 2013, 2014, 2015 года, а вот последние 2-3 года не везде присутствуют. Книги России, причем обратите внимание на периодичность, еженедельно, то есть это самая свежая информация практически будет. Не с пыл и жар, но остыть еще не успела. Вот это важный указатель, на котором мы со студентами тренировались. И вот этот портал я еще использую для тренировки студентов в обучениях работать с библиографическими указателями. С одной стороны, поиском информации и работой с классификатором УДК. И постоянные в списке и жалобы студентов, что по моей теме курсовой или диплома ни одной диссертации нет, а в требованиях есть по написанию курсовых ВКР, хотя бы одна, две, сейчас не вспомню точно, по-моему, одна или две диссертационные работы как минимум должны присутствовать. И вот начинаются писки, что по моей теме вообще нет ни одной диссертации. Ну, по-моему, уже у нас тем не осталось таких, по которым вообще нет ни одной диссертации. Ну, за редким исключением, за редким исключением. В основном есть. Вот, пожалуйста, отправляю их в каталогу, к указателю. Ищите. Вот указатель, авторефератор. Находит по 5-6. Надо же, говорит, а мы не знали. Здесь же дается роспись статей еженедельно из российских газет и российских журналов. Это вот то, что компенсирует нехватку этого ресурса в каталоге РГБ. Да, там есть журналы, но статей найти достаточно проблематично. А здесь мы это можем сделать. Информацию об этих статьях. И по теме какой-то. Рецензии из-за издания нотных картографических, то есть достаточно широкий спектр. Как осуществляется поиск? Заходим в раздел, выбираем год. Вот здесь вообще посмотрите. Может быть, это к 9 мая. Не знаю, такая подборка. По-моему, у нас сегодня присутствуют коллеги из Казахстана. Ну вот, для вас. Книги 15-й год. Последние. Берем 15-й. Берем первую попавшуюся летопись. Сейчас для примера. И вот, что мне здесь нравится, здесь есть навигатор. Во-первых, мы сразу смотрим фильтры. Есть поиск по автору, по издательствам, по предметам, по заглавиям. Здесь уже есть и фильтры, которых не было. Так нам не хватало там, в ресурсе РНВ. И по разделам УДК тоже можно осуществлять поиск. Но здесь не такие дробные разделы, они более укрупненные. Не так, как в самом УДК. То есть, если мы возьмем, например, философия, психология. Все. И пошло все, что есть. Кнопочку «Заказать» не нажимайте. Отсюда мы можем взять, для нас, как для преподавателей, для студентов, важна само описание. Ну, кстати, некоторые сюда ходят за библиографическими описаниями. Про генераторы будем говорить. Иногда используют его вместо генераторов. Но это так, по секрету. Но студенты мне признавали, что иногда они не так и делали. А здесь, говорит, все правильно написано. Что неудобно, неудобно то, что вот эти более мелкие разделы, подразделы, найти их с помощью навигатора невозможно. Вот этого поисковика. Просто философия, психология и все. А вот 159.9, конечно, было бы удобно, если бы здесь было бы это подразделение. Ну, что есть, то есть. Но, по крайней мере, мы можем найти действительно самую свежую литературу. Если получить еще авторизотный доступ, то за 16-й, может быть, за 17-й год, но это вполне уже достаточно для того, чтобы составлять качественные указатели и списки литературы. Да, Константин Иванович, вот, подарок для вас. 15-й год в свободном доступе, да, Надежда Юрьевна, это, к сожалению, пока последний год, но 3 года допустимо. То есть студентов можно отправлять к этому библиографическому указателю в поисках информации по своим темам. Заодно пусть привыкают к УДК, к поиску по рубрикам. Вот это вот один из таких, наверное, более полноценных ресурсов электронных библиографических указателей, которые позволяют нам найти литературу, сделать тематическую выборку. Обратиться к библиотекам, да, получить скан копии статей, совершенно верно, Надежда Юрьевна. Если мы имеем библиографическое описание, да, мы можем обратиться за копией статьи. Спасибо большое за предложение. Коллеги, обратите внимание, Надежда Юрьевна готова помогать коллегам. Надеюсь, что нашим участникам вебинара тоже, если возникнет такая необходимость. Для библиографических ссылок нельзя, Татьяна Ивановна. Для списка источников, оформления списка источников ВКРФ курсовых можно, да, там по 2003-му идёт. Таразоводская консерватория. Спасибо большое. Спасибо большое за предложение, обязательно воспользуйтесь. Ну всё, пошёл каворкинг. Да, 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 да. Разница между ними есть. Списки между 2003-м и 2008-м, совершенно верно, Татьяна Ивановна, списки источников для курсовых дипломных работ, для студенческих работ, они оформляются с учётом по ГОСТу 2003-му. А вот ссылки в виде сносок или затекстовых, внутритекстовых, они оформляются уже по 2008-му. Мы про это уже, по-моему, не один раз на вебинаре к этой теме обращались. Откуда ещё можно брать информацию? Это могут быть ещё и различные журналы, на которые мы просматриваем электронные издания, попадаются в некоторых из них, публикуются библиографические обзоры. Но следующий вопрос, и это то, что мы тоже можем использовать. Вот недавно в журнале, например, справочник заместителей директора школы, там есть бесплатная подписка на четырёхдневная, но за это время можно и скачать статьи, и распечатать, и посмотреть нужную информацию, насобирать, а дальше уже нужно оформлять подписку. Но четырёх дней вполне достаточно. Вот там есть серия статей, как готовиться к написанию эссе, и одна из статей посвящена библиографии для учителя. В основном это касается темы истории, и приведён список, по-моему, из 181 источника. Скопировать его не могу, дать к нему доступ тоже, потому что это смотрела и искала его в демо-доступе. Но ссылку на сам, на само это издание, если кому-то для работы будет нужно, готовимся, а эссе наши студенты пишут достаточно часто, ссылку в чат я вам сбрасываю. Там целая серия статей, по-моему, три статьи я нашла. Автор Александр Торопцев, или Торопцев, честно скажу, не знаю, как правильно ставить ударение, поэтому боюсь обидеть автора. Лучше продублирую в чат. Вот у него есть серия неплохих статей по подготовке к написанию эссе. Там и рекомендации для учеников, и для учителей, и в том числе вот этот огромнейший библиографический список источников, и почти из почти двухсот. Поэтому если кому-то для работы со студентами, со школьниками нужно, для себя можно зайти. Рекомендации действительно полезны, человек очень хорошо пишет. Ну, авторские права нарушать не буду, поэтому могу показать только, как называются эти статьи, для того, чтобы, если кому-то это понадобится, можно было ее взять. Часть информации я отсюда взяла, потому что мы со студентами тоже с колледжем пишем эссе, и здесь была полезна информация по алгоритму написания, ну, какие-то полезные рекомендации можно было взять. Зарегистрироваться там нужно для того, чтобы получить бесплатный доступ для демо-версии, но регистрация проходит очень быстро. Поэтому это вот то, что касается откуда еще, какими еще дополнительными источниками, кроме электронных каталогов, наших крупнейших библиотек, своих родных фондов, библиографических указателей, можно пользоваться для того, чтобы собирать литературу. Значит, и еще один вопрос. Собрать литературу – это хорошо. Как ее оформить? Вот как этот весь массив информации, с помощью чего можно, где хранить, на чем хранить? Так, как оформлять? В каком виде? Как управлять вот этой библиографической информацией? Так, что-то я смотрю в чат. В чат у нас что-то идет, а я пока его почему-то не вижу. Коллеги, большая просьба, кто-нибудь плюсик поставьте в чат. Так, что-то. Ага, все, спасибо. Есть, есть, увидела, работает. Ага, заработала, спасибо. Как оформляется все это богатство? Несколько примеров показываю. И, наверное, на второй части вебинара мы уже некоторые еще ресурсы тоже рассмотрим. Ну вот, например, пример мне понравилось, как собрали, опять же, информация старая. К сожалению, я так понимаю, что уже, видимо, долгое время этим не занимались, потому что я смотрю здесь по дате публикаций за 2009-2010 год, достаточно устаревшая, но идея, сама идея мне понравилась. Это собрать все публикации преподавателей и студентов на одном портале, ресурсе, на одной страничке, скажем так. Здесь по школе, все преподаватели школы. То же самое, я не знаю, делается ли это у вас в вузах. Может быть, все публикации преподавателей нашего вуза, все публикации наших студентов в вузы, которые где-либо публиковались, чтобы было вот единое такое хранилище для этой информации, либо по факультетам, либо по кафедрам. Потому что когда встает вопрос с теми же индивидуальными планами, мы же их пишем, с теми же отчетами по научно-исследовательской работе, мы же их пишем, нам нужно быстро, как правило, к позавчера достать информацию. И хорошо, когда такой ресурс есть. Хорошо межкафедральный, посмотреть, о чем пишут наши коллеги с других кафедр. Взаимоцитирование, кого процитировать, начинаются обзвоны, либо письма, либо в чате. Люди, кому нужно, я пишу статью, кого надо подцитировать. А был бы такой вот источник еще с гиперссылками на тексты самих работ, это было бы вообще замечательно и прекрасно. По публикациям преподавателей Юлии Борисовны отлично. Отлично, замечательно. Елена Валентиновна, не должно быть, должен быть открыт, или уже перепомнилась-то. По публикациям, вот у Юлии Борисовны ведется, отражает в собственных электронных каталогах. Ага, там хорошо бы еще не просто электронный каталог, а чтобы была возможность выборки и расширенного поиска. Потому что не всегда, к сожалению, не везде это присутствует. Но идея, которая требует к себе внимания, забывать не стоит. На сайтах вузов публикуют перечень работ по авторам. Обычно это делается в разделе информации о преподавателях, но когда посмотреть полный обзор, хотелось бы, чтобы это было в виде такого библиографического списка. Не всегда это есть. Еще один ресурс. Списки литературы, библиографические указатели, информационные бюллетени на актуальные темы. Опять же, школьный ресурс, дело на силами школы. Библиография в помощь учителю. Да, здесь простенько, здесь не замысловато. Здесь просто по основным темам и переход на Яндекс.Диск. И в виде файлов просто собрана эта информация. Конечно, если ее доработать и сделать какой-то поисковик и более удобную систему поиска, это было бы хорошо. Но информации, опять же, посмотрите, у них достаточно много. По одной только теме 53 источника. Но, опять же, информация в основном устаревшая. Я так понимаю, что из-за трудоемкости не сильно много кто этим занимался. Но, опять же, как идея для кафедры, для факультета, может быть, имеет смысл такие вещи делать. Но, опять же, студентам, которые пишут у нас ВКР, как правило, это одни и те же темы, им дается список источников. Хорошо бы им давать еще вот такой электронный ресурс, не 5-6 источников, а где они могли бы ссылки на библиографические указатели, те же на сервисы, ресурсы, где они могли бы осуществлять поиск. То есть не сами источники предлагать, а переход на их поиск. И еще два ресурса, которые помогают нам управлять библиографической информацией. Это Менделей из Атера, наиболее часто используемые, часто применяемые. Они действительно удобны. Но вот Менделей у меня сегодня с утра, например, начал очень долго грузиться, сильно подвисал, и, честно говоря, боюсь там даже что-то переходить по страницам. Видимо, как-то это связано с проблемами последних дней с Гуглом. И так, про Атера и Менделей, это как раз то, с чего мы начнем нашу вторую часть вебинара. Сегодня мы вот этот маленький кусочек наш с вами завершаем, первую часть. Да, уже осталось 7 минут до начала второго, поэтому нужно успеть добежать и открыть дверь. Павел Юрьевич нас уже поторапливает. Коллеги, большая просьба, мы сейчас первую часть с вами закончим. Переходим к генераторам ссылок. Посмотрим, какие есть генераторы ссылок, плюсы и минусы. Но тему мы, естественно, не закрываем. Мы и на следующих вебинарах к ней тоже будем обращаться. И, возможно, в следующем году продолжим рассмотрение библиографии для преподавателя. Поэтому, если есть какие-то пожелания, если есть предложения, замечания по теме именно библиографии для преподавателя, какие-то полезности, пожалуйста, присылайте либо в нашу группу в фейсбуке, либо на наших вебинарах, можно оставить во вкладке «Вопросы». И по ссылкам обязательно размещу в нашей группе. Мы заканчиваем. Нас уже выгоняют. Поэтому большое спасибо всем за сегодняшнюю встречу. Жду всех на второй части. И нас уже просят освободить помещение. Поэтому, коллеги, до встречи через 7 минут. Тем, кто придет на вторую часть. Ну, остальным, наверное, до следующих встреч. Все, спасибо. И всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok